У Александра Солодухи вышел новый альбом, который называется «Мы будем вместе». Александр, все сразу начали его шукать, все себе, пока не знаешь, где его можно нобыть. Вот он здесь, прямо в студии Белорусского Еврорадио. Мне очень приятно, с позавчерашнего вечера я держу эту пластинку, а точнее 200 компакт-дисков у себя дома на резиденции, а вот на водохранилище «Птич» компания «Вигма» выпустила этот альбом. В этот же вечер мне и привезли, работа над альбомом шла весь 2016 год, сюда вошло 10 новых песен, 11 треком стоит клип на песню «Мы будем вместе». Очень верю в этот диск, верю, что он будет хорошо продаваться. И буквально ровно через неделю, в следующую среду, 1 февраля, мы стартуем большой мой новый очередной грандиозный сольный тур по родной Белоруссии, порядка 100-120 городов я распланировал на 2017-2018 год, который приурочен к выходу этой пластинки и к грандиозным двум датам. 1 марта этого 2017 года, первый день весны, исполняется 30 лет работы на профессиональной сцене и четверть века мегахиту «Здравствуй, чужая милая» в моем исполнении. — Табак формула такая, диск, тур, так? — Да, конечно. Я говорю всегда, что отработав, например, с 10-й пластинкой «Верное сердце» 120 городов Белоруссии в течение 2014-го, 2015-го и половины 2016-го года, я не имею права ехать к людям со старой программой. Это ложь, фальшь. — 120 городов, это сдается у всех городов Белоруссии. — Их, да, их 118 районных центров, да. — Но, например, в Березовском районе есть еще город Белоозерск, хороший город, да, а в Чашницком районе — Новолукомль. Вот, и я их, получилось, всех 120, да. — Ясно, круто. — Понимаете? — Так уж, слушай-таки, дзе можно набыть? — Дзвести дысков на резиденции — это не усепно. — Да, это, конечно, для продажи на концертах, это для подарков. И сегодня, пользуясь случаем, вот прямо в целлофане, я дарю вам Еврорадио, пожалуйста, да. Да-да-да-да. Вот, я дал отмашку, и сами они, естественно, компания «Вигма» занимается по своим магазинам на заправках. У них очень много точек по всей Белоруссии. Сказал, чтобы очень сильно, ну, чтобы максимально заполонили, и пошла продажа. — А я киха... — Тут же начали обрывать телефон, потому что в тот же вечер я попросил сыновей, они ведут у меня соцсети. Антон выставил в Фейсбуке обложку, и мои слова о том, что вышел диск, и благодарность всем. И Санька, второй сын-двойняшка, выставил ВКонтакте. Тут же пошли звонки от вас. Вчера на приглашение на эфир тут бай, только что белта, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, сейчас пойдет очень сильная реклама, и, конечно же, будет продажа хорошая. Мне так верится. — Який наклад, вот, кольки экземпляров выпущена агулом? — И тысяча, тысяча сразу же. — Тысяча. — Тысяча, да. Они так делают такую пробную всегда партию, да. Вот. Я беру сколько я хочу, стоимость доллар одной пластинки, я рассчитываю с компанией, и продаю сам уже за ту цену, которую посчитаю нужным на концертах. — Вот есть такая думка, что компакт-дыски як формат, ну, и они уже уходят у минулая, так? — Я слышал, уходят, да, потихоньку? Ну, мне захотелось, вы знаете, потому что я, это одиннадцатый по счету, вот, вчера, с кем я общался, с Тутбаем, по-моему, да, и говорил, что, как интересно жизнь устроена. В девяносто пятом году, в январе месяце, у меня вышел мой первый сольный альбом «Здравствуй, чужая и милая». Январь 2017, спустя 21 год, одиннадцатый был первый, и теперь вдумалась ещё вторая единичка, одиннадцатый, да. Ну, наверное, как бы, судя по тому, что 12 знаков зодиака, да, надо будет, у меня через два года очередная грандиозная дата, очередной тур, Александр Солодуха 6.0, конечно, надо будет выпустить, наверное, «The Best» двенадцатый сольный компакт-диск. — А потом уже перейси на лишбовое выдание. — Наверное, флешки, да, и так далее. — Ну, вось, а есть план выкласть в интернет, бо я так думаю, што компакт-диски слухаюць у основным всё ж таки, ну, такая, больше сталага веку, аудитория. — Ну, в машинах, я думаю, наверное, много слушают люди, правда? В хороших машинах, в средних машинах. — Ну да, там заховались ещё магнитолы. — Я думаю, в офисах, наверное, уже больше перешли на флешки, да, и на интернет, да? — Ну, интернет, да, я думаю, что... — Ну, вы знаете, всё равно, согласитесь, приятно поработать, сделать хорошую фотосессию. — Ну, ёс, что у руках потримаешь, да? — Да, и окажется, в белорусском народе... — Вот так, возьми мою флешку, здесь новый альбом. Или вот так подарить, подписать любому человеку, девушке, парню. Понимаете, красивая действительно фотосессия. Спасибо компании Улей, Бай, да, они придумали этот марафон любви, который взорвал всё интернет-пространство нашей страны. И я решил эту фотосессию потом использовать, конечно же, в компакт-диске, конечно же, плакатами будет заклеена вся страна, конечно же, открытки, конечно же, на экране, на сольных концертах заставка будет, естественно. — Вот, дарыч, про краудфандинговую кампанию хотели запытаться. Был сбор грошей на гэты альбом, але... — Не собрали. — Не отрымалася в интернет-цей, не расчаравала вас? — Не, абсолютно нет. Я, как всегда, как любой человек здравомыслящий, прошу прощения, сейчас отключим телефон, готовился к любому исходу, прошу прощения, на прямом эфире, на Еврорадио, перезвоните через час. — Гэты Александр Саладуха. — Да, да, да. — Готовился к любому исходу. Надо быть всегда готовым, да, и к победе, и ничего страшного. К непобеде никогда не разочаровываться, не расстраиваться. Но смотрите, что произошло. Я уже не первый, кому я рассказываю. Да, благодаря тому, что шел 45 дней, 45 суток марафон любви, каскад заказов посыпался, да. В сентябре было 26 заказных мероприятий. У меня такого не было никогда. В октябре 22, в ноябре, новогодние. И, конечно, я заработал деньги, большие деньги, благодаря которым я записал оставшиеся композиции и был выпущен альбом. — 26 концертов за месяц. — Да, выступлений бывали по два в день, по три в день. Это дни рождения, свадьбы, корпоративы, сборные и так далее. Сольные выступления. Это, согласитесь, это для масштаба страны, в нынешнее время для артиста, это мега, я считаю, понимаете? — Это был кризис на вас, ни я, ни по голове. — Никак. Я всегда говорил, говорю и буду говорить. Кризис для лентяев, для сильных личностей, и для тех, кто в фаворе, кризис никогда не коснется. — Александр, если вы вернулись до альбома... — Ой, извините, я не выключил телефон. Через час жду звонок. — Если вы вернулись до альбома, кольки артист вашего взрослого на ваш поле мусить, тратить на запись альбома? Кольки обошелся вам альбом? — Этот альбом, да, порядка 30-33 тысяч долларов, да. — Вы его записывали у Минска, заводили у Москвы, как это бывает? — Москве, да, как и предыдущие два альбома. Вот девятая пластинка «Берега», 10 треков, десятая пластинка «Верное сердце», и здесь тоже 10. Единственное, что так, из-за того, что курс вырос, а аранжировщик пошел навстречу, и стоимость за аранжировку одной песни, конечно же, опустил, да. Ну вот поэтому... — Рвется телефон, может, нас услышит. — Ну да, важно, что сегодня у Чора и завтра, я думаю, Александр Солодуха будет потребна у Симы в этой краине. — Ну, наверное, да. — Мы бачим просто это по телефону. — А вы знаете, конечно, не скрою, приятно получать эти звонки и от вас в том числе, и от других радиостанций, телеканалов, порталов. У меня в пятницу прямой эфир на Белорусском радио, в понедельник прямой эфир в Доброй Раннице, Беларусь. Понимаете, зовут, зовут, зовут. Это счастье, понимаете, когда столько. Но, наверное, это и оправданно. Если ты потрудился, если ты вложился, вложил, наверное, и будет отдача, понимаете, так? Меня всегда учили богатые ребята, у меня друзья, бизнесмены. Чем больше вложишь, тем больше получишь. Это закон бизнеса. — Вось, хотел я еще запытаться про крызис, закрыть, так бы, мою стему. Ну, вось, история про курс, про то, что он изменяется, так, здорово. Али вось у людей, як вы отчуваете, ци не стало менш грошей? Ци не довелося пойти на сустрач? Вось, зменшить недзе там ставку вашу? Вы же натурально не выступаете бесплатно, так? — Получилось, в четырнадцатом году, когда курс был 10 у нас в Беларуси, я делал билеты по 100 тысяч, ну, то бишь, грубо, получается, 10 долларов, да. Потом в пятнадцатом он пошел 15, я все равно билеты оставил по 100. Потом в шестнадцатом 20 курс, я все равно оставил по 100, понимаете? Но все равно надо платить музыкантам как-то, да. Сейчас пришлось билеты поднять вот на эту серию городов, и, конечно, отрадно, вы, наверное, читали уже, я вчера выставил, мои ребята выставили, да, Гродно за две недели, да, полный битковой аншлаг, да, понимаете? Вот это, вот это и есть лишний раз доказательство, что если ты в фаворе, то у тебя все будет в порядке. — Александр, а летом не меньше вы догадывались, завертаетесь до директоров партриемства? — Да, конечно, схема была, есть и остается, тем более сейчас. Не скрою, это титанический труд с утра до вечера, до ночи, да. Порой крыша просто съезжает, я прихожу на кухню, говорю, Наташа, все, она говорит, а есть другая дорога? Есть другой путь у тебя? Есть, но ведь по-другому же не работает. Ходи, подожди, все же делают только рекламу, я говорю, да, и в рекламу вкидывают сильно, и вот эту схему, понимаете? Тут за разговорка идея, я подлумачу слухачам, бо махчам они усею, даёт, что Александр знает шоу, ну свой шлях до сердца, да глядачоу, ён телефонуе, ну вы телефонуете директорам предприятий города и района, напрямую я работаю и сам делаю себе битковые аншлаги. Я памятаю, был великий, вельми концерт, и 445, здаётся, телефонуванию выказали. 444, да, Минска, да. вось, было так, перед концертом, но это сопровождение. Я вставал в 5 утра, весь январь и весь февраль, я поставил перед собой цель собрать Минский дворец спорта, это 8 марта 2012 года, когда я отмечал четверть века работы на профессиональной сцене, я собрал его. Но не скользятся вам люди, вось, тэш-директоры, что, ну, разумеется, вось, зараз уже не можем, вот, разумеется, разные реакции, но вы знаете, в основном, я уже много раз отвечал на этот вопрос, процентов 80-90, а тех людей, к кому я даю звонки, реагируют положительно, и положительный результат, понимаете, я увидел, что эта схема работает, я не имею права навязывать, я не имею права заставлять никого, я имею право предложить свой товар, свой продукт. И когда директора говорят, многие задают, а почему сам, почему, я говорю, я выполняю директиву президента нашего, Александра Григорьевича Лукашенко, который несколько лет назад сказал, что сейчас очень трудные времена, очень, сейчас каждый директор, каждого предприятия, должен стать министром торговли у себя, уметь продать свой товар, свой продукт. Вот я и выполняю директиву. И вы знаете, даже многие еще говорят так, хорошо, что вы сами позвонил бы мальчик или девочка, мы сказали бы завтра, через неделю, берем. А когда я обзваниваю директоров СПК, в 7 утра, начиная, я знаю, что эти люди уже на рабочих местах, но они еще не заняты, и когда я слышу, ну, по крайней мере, несколько раз, как, и вы не спите уже в это время, берем 50-100 билетов ради уважения, понимаете? Ну, а почему нет? Повторяю, ты никого не заставляешь, ты не имеешь права приказать, заставить, но право предложить, есть, приобрести, не подарить деньги, а приобрести билеты на мой концерт для своих сотрудников, например, 8 марта, женщина, дню святого Валентина, у меня 14 февраля, Орша, понимаете, логичная схема, я не, как фраза, не чураюсь этого, не падает корона, понимаете, я спокойно, если работает эта схема, почему нет? Дарыч, одно пытание, вось, цягом эфира, пришло до нас, праза интернет, Александр, это пытание, на конт аутарских процентов, зносбиту информации, вось, якраз, дысков, я думаю, вы один из прахильников, так, вось тое, что робит Сергей Кухто. Я слышал про это, да, я прочитал в соцсетях. Ну, и вось тут пытание такое, наво, что... Я уже звонили, да, я уже отвечал, если вы видели мой ответ, да, уже печатали. Ну, вось, видать, слухачы не бачили, тому можно было повторить. Те, изъявляетесь вы прахильником гэтага, что вось будзе дыск даражейши на гэтую сумму, якая будзе адлічана вам, в принципе, праз Сергея Кухто. Нет, нет, я отвечал, что я не понимаю этого и не приемлю, что каждый человек просто должен зарабатывать все своим трудом. Ну, табак нияких посредников, так, помеж музыкам, ну, и чем меньше их, в принципе, тем лепших, и так, пая крама, гук, и все такое. Так само, вось мы у перепынку закранули Сергея Михалка, задома, што Сергей не так давно выказал жадание заспевать разом с вами. Мне многие говорят об этом, но я не слышал. Это он гэта сказала об этом? Так, гэта, не что сказать, вось ци не супрасивы гэта идеи и увогули, як вам творчость нового Михалка цичули бы грузов. С удовольствием спел бы, да, как с любым сильным музыкантом. Интересные песни, особенно ранний период, яркий, когда они прорвали там Москву и Россию, все это, взорвали все и вся. Классные вещи. Манера немножко, конечно, вот все эти команды, да, Ляпи Струбецкой, Лепреконцы, Дрозды. Я, например, тот артист, который рос на песнирах, на Юрии Антонове, на веселых ребятах, ну, на красивом звукоизвлечении, я немножко не принимаю. Кривляй, я это понимаю, чуть-чуть, но стильность, наверное, какая-то манера, вот эти тексты. К вам больше подобается той старой Ляпи Струбецкой, але у Михалка ж зараз новый проект. Я не слышал даже вот этих песен. Он про физичную подрыхтолку, так, про здоровое ладжиття. Да, 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 но не слышал этого репертуара, да. Группа называется Брута. Максима, вы будете на концерт, сходите, вы с подтримателем? 8 марта в Минск-Арену, ну, была такая мысль, прийти и пройти перед первым рядом, помахать рукой. Ясно, это было бы цикаво. Что-то придумать можно было бы интересное, да. Ладно, мы можем передать Сергею Михалку, в принципе, что вы не супристар. конечно, мне кажется, любой дуэт всегда двух музыкантов, он может сделать интересную. А ясно, белорусских музыкантов вы лечите вартами, кто мог бы вам конкуренцию скласти, с кем бы вы занять место короля белорусской эстрады. Ну, я не знаю, пока они там далеко все. Никого за спиной не мало. да. У нас очень много сильных ребят, музыкантов. Мне очень нравится команда Джей Морс, мне очень нравится команда Без билета, я из молодых ребят, таких как бы альтернативных, да, потому что повторяю, что я больше, конечно, например, песни Стаса Михайлова, мне сильнее, больше нравится, да, Валерий Абазинский раньше, да, наш Владимир Мулявин и так далее, да, классическая, наверное, эстрадная, советская песня, понимаете, да, вот, и тем не менее, да, просто, есть новая коллектива, много, много молодых имен, и та же Бьянка, которая выскочила за пределы страны, и кто у нас там еще из молодых, я не особо принимаю, я ее подразделяю тоже в разряд вот этих таких, каких-то чуть-чуть, фриков, вот, наверное, правильно, инопланетян, как бы, вот так вот, ну, раз собирают, вот такие гонорары, я слышал, востребованы, и Игорь Крутой зовет на новую волну, да, значит, наверное, имеет место быть, ведь, понятно, что закон природы не может, кобзон нравится всем, не может пугать, не может, и так далее, ну, кому-то, да, кто-то вообще не, понимаете, ну, это закон мира, мироздания таков, правда или нет? вы личите фрыкам Айову, але частка беларуских слухачоу, які у тымлік уходзіць на ваши концерты, личить фрыкам вас, вот так, вось, да, и вось, у них з гэтага боку да вас цікавась, як на, ну, такого крыху дзивныха чалавека, музыку, у часы, каль ёсць, там, Айова, Джей Морс, без билета, так, и больше сучасны музыки, як вы до гэтага ставитеся, ці не адчуваецца, што, ну, прыходзіць наступнае пакалэння, для якога вы ўжу, не зусім той, вось, эстрадны чалавек, як, ну, имідж был ў Савецким Саюзем, молодой Беларуси. А это закон природы, закон бытия, это норма, это нормальное явление. Не бойтесь азастаць ў минулым. Очень хотелось бы всегда, и для этого я прикладываю максимум усилий, и так надо делать, для того, чтобы быть постоянно на плаву. Образцы, примеры, Лев Ильич Лещенко, да, мы в том году с ним увиделись во Дворце спорта, он говорит, я говорю, сколько он лет? Я говорю, старичок мне, говорит, в следующем году 75, да, и всё, человек востребован, Валерий Яковлевич Леонтьев, да, 68 будет вот 19 марта, и так далее. Я всегда, это нормальное явление, равнялся и равняюсь на тех людей, кто достиг большой высоты, и кто остаётся в фаворе постоянно. Олег Газманов 65, да, вот отмечал на новой волне, как выглядит человек. Наши тоже, Анатолий Иванович Ермоленко, вот в ноябре этого года будет отмечать 70 лет, понимаете? Может, человек, если очень сильно захочет, быть всегда. Ну, я споделюсь, что и нас с вами так само очекаются долгие годы. Да, я, когда пою песню «Здравствуйте, Жаймилая», в проигрыше всегда говорю о аудитории на любом выступлении, будь то сальные концерты, корпоративы, свадьбы, дни рождения, презентации, юбилеи. Дорогие друзья, какая сильная песня в проигрыше, да. Сколько лет пою, везде одна и та же реакция, а петь я ее буду до конца дней своих, а жить мне 99 лет. Так или нет, микрофон в публику. Да, Крич. А Ленина докучила вам уже «Чужая милая», например, мне кажется, она никогда не уйдет. Не сокрыт, что есть шмат взорных коллективов, вот металлика, например, и она уже не может петь «Носинклс Мэттерс», да, и так далее, да, петь и любить, ну, большость. Мне кажется, «Отель Калифорнии Иглс» будет петь всегда. Ну, и имен, видать, уже так само, вот тут, да, ну да, кучу. Понимаете, короче, вам «Чужая милая»? Нет, она вот у нас, вот уникальность этой песни, понимаете, да, приходит новое поколение через 20 лет, и опять они ее любят. И помните, да, несколько лет назад рок-версия была «Чужой милый», телеканал ОНТ, я новогодний «Огонек» снимал, придумал, и так, ну, вот уникальность этой песни, а все просто, да, в тексте этой песни жизнь людей, понимаете, и итальянцы, да, которых вы приводили, спели, да, понимаете, ну. А течу ли вы песню, какая поедет от Беларуси на Иурабачье? не слышал, я занят был в этот вечер, но на несколько мгновений включил, попал на команду, на группу провокаций, там, Артем Солодуха, да, как я в всей стране говорю, мой внебрачный сын, шутка, да, вот, и еще пару кого-то посмотрел, уже гостей, пока подсчет, мне неинтересно было, если честно, я выключил телевизор и пошел спать, на утро узнал, что на Ви, да, на белорусской мове, да, так, да, чему не цикаво, чему не цикаво? Ну, я послушал интонацию, поют не чисто, а хитовости мелодий нет, из того, что я услышал, мне все, неинтересно было сразу. А само юрабачение вам, я еще цикаво, эти так само, уже вы, ну, не верно, пойдите, не пойдите. А, пойду ли я? Не знаю, я всегда отвечаю на вопрос, поживем, увидим. Я же две попытки делал, помните, да, на первое тогда, в 2004 году, take it easy guy, да, и по сей день молодежь помнит эту песню, и вот, когда черные вороны я подавал за ревчим, да, не сложилось, да, ничего страшного. Александр, песня на белорусской мове едина на юрабачение, и теперь в уголе в Беларуси у нас такие узды в национальной свядомости, все спевать по-белорусску зараз модно, а песня от Александра Солодуха по-белорусску мы не чули давно, вы скали чекать хитах, что от у забороженной хитов. Жалко не взял гитару, но я прямо акапельно, прямо сейчас с удовольствием, да. Не стой так долго у журбе на стишанной дорозе, мне тяжко нести на собе, твой развитальный позирк, пойду про стихи снегопад и больше не озернуся, ты не чакай меня назад, я не вернусь. Да, 93-й год, да, одна из первых песен, и мне многие говорят, что нужно эту песню реставрировать, да, и спеть, что это будет хорошая, классная мелодика, слышите, какая красивая, вот именно мелодизм, шикарные слова, да. Ну, а левость на диску-то не мани, вот, не было, войдет в программу Александра Солодуха 6.0. Это так само с творческих планов, в принципе, да. В the best надо будет, а помните, «Завороженная фея», когда детские сады пели, да, «Замороженная фея», да. Были песни на белорусской мове в начале творческого пути, их было где-то 5 или 6. Да, Реш, подумайте, как снова заспевать по-белорусскому, правда? С удовольствием. С удовольствием. Когда авторы показывают и трогают сердце и душу Александра Солодуха, конечно же, эти песни попадут обязательно ко мне в репертуар. Раз пока никто не дал, не показывает, значит, я имею полное право, по крайней мере, вот эту песню обязательно реставрировать и сделать. Треба звернуться до ауторов. Шановный аутор и Александр Солодуха готовы до того, как спевать песни по-белорусскому. С удовольствием. Уже час ему пропонувать их, да? Дарыш, Александр, че, кали-небудь, вы размовляете в уголе по-белорусску? Бывают такие часы. В смысле, в своей жизни, да? Так, так. Наверное, очень, крайне редко, да. Кали-я пошли раз гады было? Не помню, да. Может, какую-то фразу или слово одно, да. А есть некое любимое слово белорусское? Некое выражение, может? Да, наверное, нет. Ну, все дело в том, что, во-первых, я родился в Подмосковье, там служил мой папа, хотя папа и мама у меня ж белорусы, отец из-под Барановича, и мама из-под Кополя. Вот. Ну, наверное, вот по судьбе там, и поэтому русский язык мне очень... Откуда? С Подкополя? Потому что моя мама так сам из Подкополя. Вожка-то деревня. Я веду такую лёску, да. Там бывало. Шесть километров от Кополя, да. А родился я в таком месте, да, Сергеев Посад, наверное, знаете, Лавра, да, вот, знаменитое место. И мне очень близок этот язык, я на нём чётко изъясняюсь, хорошо разговариваю, я так считаю, артикуляция, дикция, да, и мне легко на нём петь. Хотя, повторяю, когда Олежка Елисеенков в начале творческого пути, это было там больше 25 лет назад, показывал мне эти песни, я с удовольствием пел. Правда, я учил, писал русскими буквами эти белорусские слова, но я с удовольствием её повторяю. Вот эта песня очень крепкая, сильная, я считаю её яркой песней. Да. Александр. Прости, ги снегопад, не помню название её, да, 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 но она очень сильная вещь. Мы уже сгадали Сергея Михалка, его, ну, так бы мы ведь спартовый проект Брута, а сам вы яхтер маёте себе у форме. Бо я так думаю, што каб дать 26 концертов за месяц, трэба у доброй физической форме знаходиться. Есть тренажёрный зал? Вы спите обнажённо? Я говорю, да, я сплю голый, да, уже много-много лет, да. Ну, и утром встаю, встаю перед зеркалом, да, и как бы себя вот даже вот... Трэба поглядзить, да, да, минута две я как бы себя вот так вот, ты должен быть постоянно в форме. Это, конечно же, чистка снега зимой, это очень сильная физическая работа. Это, конечно же, пострижка газона летом на загородном доме. Вот. Это большие сольные концерты, особенно когда был тур по стадионам и по ледовым дворцам, когда за концертом полтора-два килограмма, а то и два с половиной улетало. Да нет, нормально. И самовнушение. Постоянно нужно быть в форме. И в фаворе. В зал не хожу, гантели не беру, тренажер мне с Москвы один прислали по моей просьбе, я как-то по телевизору увидел, там вот... Эллиптичный тренажер остается, да? Да, там ногами, да, и рука, да. Меня хватило, сейчас мы на нем белье сушим, да меня хватило там на месяц, на полтора. Вместе. Я предлагаю послушать заглавную композицию, а? Конечно, давайте. Поехали, да. Мы будем вместе, друзья. Запускает ночь в небо лунный диск И коснется звездной выси дрожь ресниц Капелькой слезы не согреет мечту Я ловлю твои желания на лету Мы будем вместе, я знаю Таких, как ты, не бывает Таких, как я, не теряют Мы будем вместе, я знаю Мы будем вместе, я знаю Таких, как ты, не бывает Таких, как я, не теряют Мы будем вместе, я знаю. — Я знаю, как ты не был в паре. — Я забыл рассказать. — И внука, да, это тоже. — Ну, это не поздно. Можно себе дозволить. — Надо сначала родить, а потом поднимать. — А есть какие-нибудь правила, каких вы притрымливаетесь, коли працюете над альбомом? Ну, некоторые музыки зачиняются у студии, перерываются все контакты, сидят там, у вас працуют, записываются. Некоторые от секса отмавляются. — Нет каких-то правил. Правило такое, наверное, всё. Пришла демо-аранжировка с Москвы от Андрюши Ктитарева. И вперёд в студию сразу. Желательно, чтобы она не была долго. Всё, буквально на завтра, если студия свободна, пишешь вокал. Вокал уже пишется здесь, в Беларуси, потом отправляется, и всё дальше делается там. Вот, единственное, порой такое вот правило, да. — Тобок леп шпарцовать худко, долго не думать. — Да, да, потому что пока нет. В студию нужно всегда заходить, пока вот там всё горит. Понимаете, когда ты слушаешь новую аранжировку, вкусные звуки, обработку, хочется бегом к микрофону бежать. Важно не перегореть, не передержать. Вон то состояние эмоционально, нужно его выплёскивать. Микрофон на плёнку, ну, понимаете. — Вось, как записывать такие песни про каханье, как люди не отшували, что нечто фальшивое в этих песнях, каким-то раба самому знаходзется в стане. — Конечно, в стане. В смысле, в стане, в стане. В любви, конечно. — Видите, вось, как кажуть про популярных выканавцев, что вот на сцене секс, не мают сенау вазе, что там реальный некий секс, а левость, что просто некая эмоция, такая идея. — Ну, конечно. Всё построено на этом вообще в мире. Всё построено на любви. Вообще, ради чего все мы живём на земном шаре, мужчины и женщины? Конечно, ради любви. Понимаете? А любовь — это и духовная, это, конечно, и секс шикарный. Ну, а как? Как так создан Господь Бог и Адама, и Еву? Так должно быть. И душа, и сердце, и тело. — И, в принципе, вы 55 годов, не глядяши на таких взрослых шанов. — 58. — Да, 58. Мне было ровно... — Я запомнил по передней юбилеи. — Вы что? Ровно неделю назад я лёг спать 17 января в 57 и проснулся в 58, в 5 утра, посмотрел в зёркало, говорю, неужели? Я не верился. Вообще никто не верит, понимаете? То, что 48, если скажут, тоже не верят. 38, там, 43, может быть, ну, не знаю, я стараюсь. И я, когда довожу публику до кондиции на своих сольных концертах, я новую фишку такую, я сам завожусь, я их завожу, завожусь от них, и я кричу фразу в зал. Неужели этому парню через 2 года 60? — Ну да. — В зал смеют. — Да, речь, у нас публика пытается, мол, на чем сядь солодуха? В плане, там, кокаин, амфетамин, вот чем секрет вашего доброго? — Акидокин, вы уживаете. — Абсолютно ни на чем. А отчего такое настроение, да? — Так, так. — Конечно же, это безумная любовь к зрителю, к своему народу белорусскому, который уже ходит 30 лет на сольные концерты, конечно же, к любимой женщине, конечно же, к детям, к внукам уже. У нас с Наташей четверо детей на двоих, двое внуков, конечно же, к родной земле. Я много раз пытался уехать, все знают об этом, да, в Россию, два раза в Украину, да, судьба постоянно возвращала меня сюда, домой. Я понимал, наверное, уже Господь Бог сверху, она не отпускает меня. И должно быть здесь. Я никогда не забуду, я мало об этом рассказывал, когда у меня был «Тур Калина», это мой третий альбом, третий всех 11, да, 11-я пластинка «Мы будем вместе», был концерт в Барановичах, родина папы. И после концерта была очередь в гримёрку за автографами. Я иногда, я больше сейчас выхожу в фойе расписываться и фотографироваться после сольника. Раньше я принимал гримёрки, охрана стояла, да, и вот одна женщина, сейчас, по-моему, может быть, на удивление это будет, а может нет, да, такие вещи запоминаются на всю жизнь, сказала сынок. А как бы я посчитал её, она мамы мне годилась по возрасту, и я сразу после её слов вспомнил плакат, помните, в Великую Отечественную войну был, плакат «Родина, мать зовёт». Она мне говорит, «Сынок, не уезжайте никуда отсюда, вы для нас, что Пугачёва для России». Знаете, это был 2001 год, это, получается, 16 лет назад, Барановича гримёрки в концерте. Достаточно вот этих слов. Наверное, вот было предопределено и предопределено быть здесь, поэтому и построен дом, и тур за туром, пластинка за пластинкой, всё на родной, и хватает, да, места здесь работать, зарабатывать и хорошо себя чувствовать. Але, Александр, вось паў года тому, ровно паў года тому, дарэч, ў интервью с Владимиром Пугачем, вы говорили, что вы всё ж... Так, вы говорили, что вы всё ж не губляете надеи пробиться на российской сцене. Да, я живу... Вам... У меня, как у... Есть свой план, и, в смысле, тот мой план, да, завоевать пространство от Калининграда до Владивостока. Я верю, что рано или поздно это случится, и даже оно случится, не уезжая отсюда. Они начнут меня звать, потому что сейчас, благодаря соцсетям, интернет-пространству и так далее, можно здесь жить, работать, хорошо работать. И оно всё равно... И заказов потихонечку нет, нет, да нет, и идут. Вот Калининград у меня был 12 ноября, сольный концерт по билетам, на гарантию. Да, туда, туда, в Санкт-Петербург, в Москву. Не часто, но случается. А ведо, римляне казали, что лучше быть первым в городе, чем другим в городе. Лучше быть первым здесь, чем в 137-м Кемеровском Москве. Я давным-давно это придерживаюсь. И, естественно, хотя нельзя зарекаться, наверное, я уже никогда отсюда не уеду, потому что здесь дом, который я безумно люблю, родина. Здесь меня знает каждый житель. Это дорогого стоит. Это 30 лет это зарабатывалось. Ну, как это можно променять? Позовут на концерты, я поеду с удовольствием, понимаете? А так... А вы не отчуваете, что вам крыху перешкаджают, можно так сказать, российские артысты, які проезжают в Беларуси, сбирают залы, ледачоу, и квитки у них дорогие? Вось Алексей Хлестов, например, ну, это было, да, полгода, может, пропонував межевать, заборонить. Не надо ни в коем случае никого. Треба конкуровать. Да, ни в коем случае. И спокойно к этому относятся. У каждого человека, у каждого артиста своя ниша. Хочешь, чтобы билеты были? Да, езжай в Москву. Пробивайся, да, спи в съемных квартирах. Я пробовал это, да, несколько раз. Понимаете? Судьба возвращалась. Никого нельзя там ни судить, ни корить, ни казнить, ни винить. Все. Все спокойно. Все. Принимай все, как есть. Понимаете? Повторяю. Хорошо сказал Сережа Прокопович, бизнесмен, мой друг. Каждый человек получает то, что заслуживает. Каждый человек получает то, что заслуживает. Я заслуживаю быть здесь дома у себя в своей родине, на своей родине. Узнаваемым, любимым, желанным. Понимаете? А это, наверное, раньше мне казалось, шесть областей, десять, но это так мало. И почему я дал первый тур Здравствуй, чужая милая. Сто битковых аншлагов в 97-м году отмечал свое десятилетие и посчитал, что больше делать нечего. Поехал в Москву. Судьба возвращает. Потом второй тур Калина. 120 аншлагов в 2001-2002 год в Украину. Опять судьба. Ну, потом зато создали свое ИП и пошли и не останавливались уже 642 города, 642 концерта. По Беларуси, по родной. Оказывается, можно работать и жить хорошо. Александр, мы поговорили про то, что Алексей Хлистов в свой час хотел бы заборонить выступы российских артистов тут у нас, в Беларуси. Чиновники наши есть такая информация, что любят заборонять беларусских музыков. А вы, кого бы заборонили у Беларуси? Никого. Никого. Нельзя этого делать. А чули прояснования вось гэтых чорных списов, у яких быцем бы есть рок музыки беларусской? Слышал, да. Ну, я с улыбкой всегда, как на все, на любое негативное, на любое, то, что с улыбкой. Алия, ну, вось, кали ёсць, в принципе, украине чорные списы с неких музыков, то не выключено, что, ну, и я не веду, и я, и вы, кали небудь, да, пр неких абставинах трапим у таки спис. Нельзя зарекаться. Нельзя зарекаться, абсталютно. А ти робите вы что-нибудь, каб, ну, николе не трапить у таки чорный спис? Да нет, на жизнь все честно, и трудиться честно, и быть самим собой, ну, это ж так просто. Соблюдать заповеди Божьи, ну, это, ну. Вось зараз пригадал, што были з вами интервью, калісце вы казали, што зарабіли, ну, шчирым чесным трудом, миллиард рублёв. Да, пасля было миллиард, пасля два, а пасля... 2012 год был миллиард, 13, 14, 15 по два в год, 16 был миллиард с копейками, А зараз уже змянилися гроши, зараз у нас уже миллиарда у няма, так, вы зараз миллионер, уже не миллиардер. Да, человеку, который закончил когда-то Минский государственный медицинский институт, начинал со 120 рублей зарплаты в месяц, да, стать известным артистом в своей стране, и пришёл такой час, когда ты за год заработал миллиард, ну, звучит это слово, ну, я решил это рассказать, почему, я имею имён, и как любой человек на это право, ну, звучит эта фраза, миллиард, ну, понимаете, миллион как-то, а вот миллиард, тогда зарубки докторов были уже, ну, такие стриманные, так, и в Советском Союзе, как и сейчас, в принципе, да, да, я в курсе, не, я это пытаюсь, я ж не знаю, тогда, когда вы починали, працевали доктором, тогда уже докторы отримали не вельми шмат, так, у меня было 120 рублей в санстанции после окончания Министинститута, потом в надзоре 155, потом 160, а первый рабочий день в ресторане гостиницы Юбилейной, вот, когда в моей трудовой книжке была запись артист-вокалист-музыкальный, артист-вокалист ОМА, объединение музыкальных ансамблей города Минска, у меня было 90 рублей, 120, 155, 160, потом 90, да, а ли 90 за месяц? За месяц, конечно, я думал, уже в ресторане 90 за один раз, нет, 90 за месяц, это 1 марта 1987 года, 30 почти лет назад. Это Александр Саладуха.